всем привет мы продолжаем сегодня работаем с вкладкой resizable то есть это наши окна которые мы можем изменять в размере в одном случае у нас окно который имеет ограничения по самому маленькому самому большому размер в другом случае ограничение нет но только условно ограничение это в нашем то есть это если мы выйдем там за границу страницы либо самое то минимальное по моему у нас что ли сейчас посмотрим 20 на 20 вот ну тоже достаточно интересный тест возможно где-то будет полезен но в любом случае так мы делаем наш проект для портфолио это будет хороший один из таких хороших тестов и обращаю внимание что мы уже почти в самом конце если вы не знакомы но не знаете кто и такой что это там за курс то обязательно посмотрите первое видео в этом плейлисте это видео пролог и затем просто идите по порядку мы здесь создаем тут я приглашаю свою автоматизацию на мастерскую автоматизации и здесь мы работаем над нашим таким начальным мини-проектом которое можно будет например доработать сделать еще лучше и показать своему будущему работодателю в качестве педпроекта ну и плюс можно здесь попрактиковаться там как-то уловить может быть суть как на python не юай тестируется не обязательно ставьте лайки подписывайтесь это мне помогает сохранять мотивацию и понимать что это вам нужно на мои уроки полезны и интересны затем есть у нас чат в телеграме чат просто чат телеграме и канал в телеграме подписывайтесь и можете задавать какие-то вопросы можем там общаться плюс пишите свои комментарии на ютубе я буду тоже отвечать и каждый день просматриваю появление новых вот ну поехали и так я уже здесь написал основной значит наш класс в пейдже локаторы и тест и так что у нас за локаторы что нам первое необходимо это ну будем в первую очередь работать с resizable box у нас просто resizable box и просто resizable и resizable box в первом случае вот у нас resizable box втором просто resizable вот то есть у нас есть айдишник это нам позволяет эти вот айдишники позволяет я буду отсюда брать вид и хейт то есть высоту и ширину первого элемента и второго элемента есть вот айдире сайз был вид есть а хендал это наша вот наш указатель который нам поможет взаимодействовать с тем или иным боксом то есть вот див-констрейн-арея и спа наш это вот он хендал хендал реакт-ресайз хендал и вот благодаря нему мы будем менять элемент менять этот размеры resizable ну давайте приступим к описанию вот что же нам нужно в первую очередь здесь в первую очередь нам нужно взять пикселей значение из наших как бы элемент из наш и каким образом это будет то есть мы пишем и нам нужно здесь вот параметром должен быть value of size то есть значение размера и дальше здесь и здесь у нас будет value of size вылез и условно я сделал это ради того чтобы потом она будет немножко переформатировать сейчас мы увидим что это будет вы пока это оставим кастами далее нам нужно получить максимальную и минимальную максимальный минимальный размер нашего элемента да максимальный и минимальный для того чтобы то есть фактически мы просто берем мы просто будем брать размера это у нас будет кирт макс то есть у нас будет ну условный сайс там у нас будет элемент из вести был нашим он был видимый видимый элемент и сайс вэлью у нас будет просто сайс и get отрибьют 100 потому что вот эти значения величина у нас есть в стайлах и на достаточно просто его их оттуда таким образом взять а возвращать мы будем вот этот вот сайс вэль сайс вэль вот ну и теперь под это такие подготовительные методы и теперь нам достаточно сделать два метода которые будут менять размер ресайзабл бокса и просто ресайзабл сайзабл бокс вот тут нам понадобится drag and drop by offset он у нас есть то есть мы передвигаем по курсором а координатами как раз ты точнее курсор который нам нужно чтобы мы его передвигали первую очередь так он может быть визи был это будет как раз сэлфа каторс ресайзабл бокс хэндл а затем мы указываем ну пусть будет там 400 и 200 пример проверяем максимально берем максимальную величину сэлф get пиксель а здесь мы делаем сэлф get минмакс сайс и дальше селф локаторс ресайзабл бокс вот это будет наше максимально когда бы на максимум растянули далее ну в принципе можно сделать таким образом у нас здесь будет мин минсайз но только здесь я сделаю прям сильно меньше то есть минус нам условно 500 минус 300 и возвращаем возвращаем то же самое но почти то же самое делаем для просто ресайзабл здесь что у нас значит drag and drop делается у нас он делается на ресайзабл хэндл ну как можно поступить я здесь вот обратите внимание что в данном случае то есть и ресайзабл бокс я указал конкретные значения почему потому что нам нужно проверить что максимально может быть только 500 на 300 а минимально может быть только 150 на 150 поэтому я указываю конкретные единицы которые максимально мне расширит бокс и сузит его а в случае с обычным ресайзабл то у нас все вообще как бы все равно но обязательно нужно учитывать тот факт чтобы этот бокс не уходил за пределы брауза точнее сильно до предела вот поэтому я сделаю рандомные значения они будут у меня от 0 до 300 таким вот образом а ну и здесь только здесь я буду делать от минус 200 то минус единиц вот так вот давайте посмотрим что у нас получится в плане данных что это будут за данные какие мы получим давайте сделаем макс бокс мин бокс это будет ресайзабл change сайт а здесь будет макс пусть 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 ресайз и минтаре сайт также рез ресайзабл change и сделаем print вот посмотрим что зато у нас выйдет все достаточно нестабильно получилось но не посмотрим в чем же причина так change или сайзабл бокс сказал мне все плохо почему так возможно это связано с тем что вот этот move target out of bounds то есть это выходит в некотором смысле за пределы на каком-то этапе то есть получилось наверное на минус 500 минус 3 достаточно сложно когда мы меняем размер так на вот здесь вот я не поменял здесь поменяем сейчас атина и 400 400 и 200 нам надо больше чем 200 до происходит потому что когда мы делаем из visible у нас элемент делает же go to элемент и в связи с этим происходит то что браузер перекрывает нам вид вот этих всех то есть те candle я буду делать правильно для того чтобы у нас не было для того что браузер не перекрывал опять а здесь нам не нужен кстати говоря visible поскольку мы размер берем из дом элемент ну то есть нам смесь не нужно видеть его там кликать на просто нужно получить из дом дерева значение вот и видите мы получаем большой набор всяких у там символов этот кракозябру чтобы покрасивее это выглядело я предлагаю здесь немножко и добавить красоты сюда относительно красоты мы сделаем плит по точке с запятой берем первый элемент здесь делаем плит по уже двоеточию затем обращаемся к первому делаем то есть что у нас происходит сплит мы делаем сплит нас давайте я наглядь не покажу вот так и получаем точнее нас тоже один момент так мы получаем а дальше этот наш наша функция здесь мы делаем да вот видим что здесь получается 500 а здесь получается вот этот полное выражение то есть что мы делаем по первую очередь мы разбиваем по этому значению делим на два элемента затем я выбираю первый элемент то есть вы потому что нам нужно ширина потом я делаю сплит по двоеточию отсекаю выбираю первый этот элемент и отсекаю пробел и потом получается такое значение то есть то же самое я делаю только я здесь заменяю на хейт и получается 500 и запустим тест еще раз посмотрим что у нас там за значение получается и вы можете обратить внимание на такую момент то смотрите здесь сделать 400 и 200 там размер как указано вот стартовый 200 на 200 все получается сделал здесь 400 тут должно 600 и 300 должно быть 500 у нас максимальный размер 500 и 300 и в итоге у нас размер 500 и 300 и самый минимальный 150 на 150 хотя мы сделали минус 500 и минус 300 то есть это говорит о том что тест проходит правильно и у нас размер бокса он соответствует требования но ниже тест просто случайно меняем один вариант и другой то есть она меняет разные размеры и рандомном случайно порядок поэтому я думаю здесь мы разобрались единственное что надо немножко сделать такую проверку специфическую вот мы делаем нас она приходит в тюб но и тюбом будем использовать лоб на тебя буду писать что у нас вот это дело на макс бокс и это вот равно давайте даже разделим у нас будет несколько assert потому что упади один assert мы будем конкретно видеть где был прокол сразу делаем негатив месседж далее то есть как бы что же выбрать то давайте выберем что они меняются и что они не равны 0 ну хотя нет на просто что они не меняются не не равен макс присоет и сделаем что максимально минимальный размер вот ну еще раз допустим проверим работает она или не работает все нас работает благодарю за внимание вы большие молодцы отличная работа вот но как обычно приходит время приводить свои мысли в порядок пить чай кофе а потом обязательно возвращаться